Евангелие от Матфея 18 глава «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». На самом деле это не был такой у Иисуса сентиментальный порыв, что «Ой, детишки такие хорошенькие, вот хорошо бы, если бы вы хоть чуть-чуть на них походили, взрослые дяди и тети». На самом деле вот это предупреждение достаточно серьезное, потому что оно потом заканчивается таким весомым обещанием. Вы не войдете в Царствие Небесное, если не будете походить на детей. И это не просто так, сказал Иисус, не просто так поставило дитя посреди учеников, потому что стихом раньше ученики опять пристали к Нему со своим любимым вопросом. А кто Иисус все-таки будет больше? Ну кто там будет больше в Царстве Небесном? И знаете, вот я вижу в этом отрывке из Писания противопоставление двух систем ценностей – Царства Земного и Царства Небесного. Вот нам, взрослым людям, очень важно прояснить все до конца, вот выстроить иерархию, кто будет первый, кто второй, кто третий. Потому что нам очень важно, вот как мы выглядим вообще в глазах других, нам важно, чтобы нас оценили, чтобы нас приняли, чтобы нас, не дай Бог, никто не обошел, чтобы мы были вот по праву на своем месте. Вот нам это очень важно. А вот дети, они живут по каким-то другим законам. И Иисус сказал, что вот они есть как раз прямо носители вот этого ценностей Царства Небесного. И в другом месте, в 19 главе Евангелия от Матфея, 14 стих, он тоже подтвердил это свое высказывание. Он сказал, пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Вот часто ли вы думаете, скажите о своих детях вот в этом ракурсе, как о носителях ценностей Небесного Царства? Вот честно признайтесь, не часто. Чаще всего иногда они плохо себя ведут, иногда они нас раздражают, у них у всех есть какие-то недостатки, правда? И мы чем заняты по большей частью? Мы их воспитываем. Мы всегда знаем, что им сказать, мы знаем, чему их научить, мы знаем, что их надо наказать в какой-то момент, потому что мы знаем точно, что мы-то вот умеем и знаем, как надо. А они еще маленькие, они, в общем-то, глупенькие и не знают, как надо. И мы вот занимаемся тем, что просто их ведем в этой жизни и сверху, как бы вниз, вот спускаем свои вот эти директивы. Надо так, делай так, ты не знаешь, я знаю. Но Иисус говорит об этом всем по-другому. Он говорит, что именно дети причастны Царству Божьему уже здесь на земле. И значит, мы, взрослые, должны у них учиться и в чем-то уподобляться им. Как апостол говорит в одном из посланий апостол Павел, что не будьте умом, как дети, но будьте назлое, как дети. Вот в этом мы должны ему подобляться. И моя проповедь сегодня не совсем обычная. Она построена на одном моем самом, наверное, любимом произведении литературном. Это произведение Антуана Десент-Экзопюри «Маленький принц». Я так и назвала свою проповедь «Уроки маленького принца». Интересно, что когда в четверг проповедовала Оля Галеева, она тоже упомянула эту книгу, хотя мы вообще с ней не сговаривались, это не был анонс моей проповеди. Они просто читали ее с сыном. Люди продолжают читать вот эту книгу, продолжают ставить по ней спектакли, мультфильмы, снимать какие-то там фильмы. То есть это трогает, это послание трогает. Я вам скажу больше, мне кажется, что это не детская книга. Потому что дети как раз, ну вы же пытались читать это своим детям, они так спокойно к ней относятся, вполне равнодушно. Потому что для них в этой книге нет ничего необычного. Они сами органично живут вот во всем этом. А если взрослый человек начинает перечитывать эту книгу, он просто очарован, он покорен. И он тронут до глубины своего сердца. Вот я хочу сегодня поразбирать, что ли, в чем там дело и как это вообще связано с нашей христианской жизнью и с Писанием. Значит, начинается вся история с катастрофы в пустыне. Вот в пустыне Сахара совершает вынужденную посадку самолет. Там поломка и пилот в одиночестве оказывается в пустыне и решает сам починить свой самолет. Он жив, здоров. Он начинает предпринимать какие-то действия по своему спасению. Вот я думаю, что каждый из нас может в какой-то момент и даже не может, а обязательно оказывался в такой ситуации, когда мы просто испытываем катастрофу посреди пустыни. Вы знаете, можно быть вот хорошим человеком, порядочным, честным, хорошо относиться к своей работе. Можно так серьезно очень вот все делать, никого не подводить, все успевать вовремя. Но если мы слишком сильно начинаем замыкаться вот в этом мире, как бы во взрослом мире, начинаем считать его таким важным, таким серьезным, как будто он единственно существующий на свете, то Бог вот видит это и видит, что мы идем не совсем в правильном направлении, что мы стали слишком уже деловыми людьми. И он нам обеспечит посадку, такую вынужденную посадку посреди пустыни. То есть ты окажешься вот в таком неприглядном месте, где все, к чему ты привык, все правила игры, на которые ты рассчитывал, они не работают. Все, вот здесь нет ни воды, ни еды, ни жилья, ни помощи, ни связи, ни мобильного телефона, ничего нет. Есть только голый песок, какие-то колючки, в общем, не впечатляет. В этом месте ты окажешься в одиночестве, и Бог будет пробовать достучаться до твоего сердца. Герою, который, ну, летчик-герой, вот он оказался здесь, ему тоже нужна была какая-то переоценка. И вот к нему является маленький принц. Я бы хотела вам сказать, что эта притча, да, она не только, конечно, о вот этих вот двух героях, о маленьком принце, о летчике. Эта притча, я так ее назову, я не могу ее называть сказка, она о каждом из нас, о нашем внутреннем одиночестве. Вот смотрите, как начинает ее сам экзопюри. Я охотно начал бы эту повесть, как волшебную сказку. Я хотел бы начать так. Жил да был маленький принц, он жил на планете, которая была чуть больше его самого, и ему очень не хватало друга. Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу увидели бы, что это гораздо больше похоже на правду. Иногда нам и среди людей не хватает друзей. Сегодня вот спрашивала, да, Юля, у кого есть друзья, но они не у всех есть, к сожалению. Иногда человек и среди людей очень одинок. И более того, в нас живет одиночество еще более огромное. Потому что все мы помним в глубине своего существа, что когда-то мы были изгнаны из рая, когда-то мы потеряли вот этот наш истинный дом. И мы что делаем всю жизнь? Да мы хотим туда вернуться. Мы тоскуем о нем, мы тоскуем об этом доме, где нам было на самом деле хорошо и спокойно, где у нас есть тот, кто нас любит. Мы хотим туда вернуться. И когда пилот оказался в этой пустыне, к нему пришел маленький принц. Маленький принц как бы напомнил ему об этом доме, который есть где-то у этого пилота и у нас у всех. Вы знаете, сам Экзопюри очень много размышлял на эту тему. Он всю жизнь на эту тему размышлял, писал много. У него же не одна эта книга. И он пришел к такому выводу уже к концу жизни. Он сказал, он сам написал, что наше утешение, все наше утешение и наш дом находится за пределами этого мира. Вот когда мы начинаем очень активно строить наш дом здесь, строить наш дом здесь, искать утешение здесь, это неправильно, потому что мы, как Библия говорит, странники и пришельцы на этой земле. Именно вот туда мы и должны стремиться. Да, у нас есть здесь дома, у нас есть здесь, конечно, какие-то пристанища, есть любимые семьи, но самый главный наш дом там. И мы не должны об этом никогда забывать. Мы не должны позволять каким-то заботам этого мира заслонять от нас вот эту прекрасную картину нашего истинного дома. Интересно, что маленький принц помог вот этому летчику в пустыне, а нам кто может помочь? Не обязательно для этого совершенно отправляться в пустыню Сахара и там оказываться вот в таком бедственном положении и ждать появления какого-то волшебного мальчика, потому что мальчики и девочки живут с нами рядом. Они вот у нас просто, можно сказать, все рядышком, и они точно так же наполнены вот этим вот посланием. Просто они не скажут это все в словах. Ну, дети не умеют, может, так красиво, так законченно говорить, да, но это есть в их сущности. И спасибо этому замечательному писателю Экзопюри, который просто вот сохранил в себе ощущение детства всю жизнь. И он нам донес вот это послание. На самом деле мы можем напрямую это видеть в наших детях. Надо просто внимательно смотреть и смотреть не только на их поведение, на слова, но как бы вот на эту их сущность. Вот давайте поговорим о детях. Мы можем, понимаете, либо смотреть на детей, которые вокруг нас, либо вспомнить себя ребенком. Вот хорошо говорить о детях, потому что, когда говоришь о летчиках, мы можем не понять, да, как это. Когда мы говорим там о музыкантах, но люди с научным складом мышления, они могут не понять, вот как это так вот. Когда мы говорим, наоборот, о ученых, то люди с таким гуманитарным складом думают, ой, совершенно непонятно, как это у них там все происходит в голове. Но когда мы говорим о детях, это понимают все. Потому что хоть мы, дорогие, и забываем, как это все было, но это было. И если так поднапрячься, покопаться в своей памяти, в своем сердце, то можно вспомнить, правда? Так вот, дети, они чем отличаются от нас? Они переживают эту жизнь, как настоящий момент. У них вот нет особого груза какого-то прошлого, у них нет будущего. То есть у них есть будущее, но оно их не так сильно еще занимает. У них вот есть то, что сейчас происходит. Они все в этом вот очень сосредоточены. И поэтому переживания эти так интенсивны. Ну, вспомните сами, в детстве какой был длинный день, правда? Какой казался необъятный, огромный, вот какой-нибудь один летний день. Летний, потому что летом нас оставляли в покое хоть как-то, да? И мы могли вот предаваться вот этим своим играм, забавам. И именно тогда на нас нахлынуло вот это ощущение бесконечности времени. Вот это вот и есть отличие. Взрослый, как бы он вот не может уже так сосредотачиваться на вот этом вот моменте. И вот то, что дети переживают в своем раннем возрасте, они потом вспоминают даже в старости. Вот бывает старик уже не помнит, что час назад произошло. А то, что было в детстве, даже как все вот пахло, какой-то запах, какое-то вот такое мимолетное ощущение, он помнит ярко. И я вот тоже помню одно детское свое ощущение, когда мне было пять лет, я заболела пневмонией и попала в больницу. Совершенно какую-то ужасную. Я там провела два месяца. Мне казалось, что я просто в аду нахожусь. Там не давали вообще общаться с родителями, никого не пускали к нам, не было никаких телефонов. Я махала маме через стекло. И там было много всяких ужасов. Я вот очень хорошо все это помню. Но самое прекрасное произошло вот потом, когда я наконец-то поправилась, и меня послали на рентген. А надо было идти через улицу. И так получилось, что легла в больницу я зимой, а вышла оттуда уже весной. И вот я выхожу из этой двери, переступаю порог. Ребенок, который два месяца вообще не дышал свежим воздухом, не был на улице, ничего не видел. И там весна на улице. Вот это солнце, снег какой-то почти растаявший, земля оживающая. И городок был маленький, и такой чистый воздух. И вот когда все это на меня нахлынуло, я даже почти стоять не могла. Вот такого восторга я, наверное, уже потом в жизни редко когда переживала. И до сих пор вот этот запах земли, оттаивший, для меня любимый запах, как запах какого-то освобождения, обновления. И я думаю, что у каждого из вас есть какие-то вот такие сокровенные, яркие переживания, которые вы именно вынесли из детства. Виктор говорит недавно. Вот почему не вспоминаю я ничего из нашей какой-то христианской жизни, а вот помню, как папа меня нес на плечах. И вот мы шли, какой-то был день тоже такой теплый, и я иду у него на плечах. То есть еду. Он идет, я еду. И вот так ярко это вдруг всплыло. Я говорю, вот чем старше мы будем становиться, тем больше будет посещать нас такие воспоминания. Знаете, как будто у детей есть какой-то особый ключ общения с миром. Они таким образом его познают и очень остро переживают те моменты, на которые мы потом взрослые уже просто не обращаем внимания. Нет у нас на это времени. Это может быть там, не знаю, шум дождя, какой-то вот цветы какие-то, деревья. Они все это переживают. Они переживают очень остро ласку матери, отца. Они могут испытывать нежность какой-нибудь игрушки своей. И все это очень искренне, от всего сердца. У них очень важна для них игра, фантазия. Мы взрослые потом, живем гораздо более прагматично. Мы на это внимание не обращаем. И вот, к сожалению, когда время проходит, ключ этот теряется. И у ребенка вот это непосредственное знание, переживание жизни, вот этого каждого момента, как драгоценности, теряется. И заменяется на умственное знание. А кто, думаете, ему помогает в этом? Мы, конечно, мы взрослые. Мы вот просто одержим мыслью, что надо в ребенка впихнуть как можно больше знаний, каких-то правил, условностей, совершенно не ценя порой вот их уникальные какие-то способности, которые именно в детстве бывают. Мы не ценим вот это, ну, то, что присуще только детям, и никогда уже не повторится. Поэтому, может быть, нам надо меньше немножко стараться об этом вот, о том, чтобы их чему-то научить, а больше лелеять в них вот эту, вот эту детскую их, ну, такую одаренность. И тогда мы сможем сами больше научиться от них. Но, тем не менее, процесс этот, конечно, необратим. И ребенок начинает познавать мир. Он, в конце концов, съедает плод от дерева познания, как когда-то это сделали Адам и Ева. Он берет и переступает эту черту. Мир для него перестает быть уже цельным. Он выходит вот из этого блаженного состояния. И он, вот с маленьким принцем, то же самое произошло. Хочет познать мир и хочет познать самого себя. Чтобы познать самого себя, нужно обязательно, чтобы кто-то был другой еще. Как бы человеку или ребенку нужен друг. Потому что даже не родители, а кто-то со стороны должен обязательно посмотреть на тебя. Тогда ты узнаешь, кто ты сам на самом деле. И маленький принц точно так же в какой-то момент оставил свою планету, оставил свой истинный дом, свою любовь, настоящий свой цветок. И просто на птицах полетел странствовать. И что он там увидел? А познакомился он, как и каждый ребенок, который начинает вот это путешествие, познакомился он с системой ценностей этого мира. Вот посмотрите. Давайте дальше. Значит, король. Вот он, король. Король, который сидит на троне, да? Я назвала бы это так. Вот если вы хорошо видите, картинка достаточно смешная. И сам текст тоже смешной. Но король явно в таком издевательском свете представлен. Что он никакой и не король. И что он просто, по большей части, сам себя делает короля. Никакой реальной власти у него нет. Но мы знаем, что по-настоящему есть эта жажда власти. И люди идут на что угодно, лишь бы получить вот эту вот власть. Дальше. Итак, король – это жажда власти. Дальше. Чистолюбец. Чистолюбец – очень знакомая для нас картина, правда? Это люди, которые одержимы жаждой славы, признания, тщеславия. Дальше. Пьяница. Пьяница – это бегство от реальности. То есть это все люди, которые с помощью разных зависимостей пытаются вот убежать от этого мира, ничего уже не знать, все забыть. И чтобы все катилось, как само катится. То есть никакой совершенно личной ответственности. Ничего. Делец. Делец – это жажда богатства, это жажда обладания. Здесь делец тоже представлен в таком нелепом виде. Он считает звезды и считает, что он ими владеет. Но на самом деле мы знаем, что и жажда богатства и обладания тоже очень драматические последствия в этот мир приносят во всех уровнях. У нас, в общем-то, миром правят дельцы. Дальше. Фонарщик. Фонарщик – это, я бы так назвала, жизнь из чувства долга. То есть человек, который делает что-то вот день за днем, год за годом, и уже даже не понимает, зачем он это делает. То есть какая-то ни радости уже, ни смысла, ни какого-то, ни вот продвижения, ни развития, ничего. Я просто делаю, я обещал. Ну, конечно, это может быть и хорошо, но не та жизнь, какую, я думаю, для нас замыслил бог. И географ. Последний персонаж. Географ – это интересный такой тип. Это человек, который сидит за столом, как бы в кабинете. Ну, у него там планета особая, неважно. Он сидит за столом и собирает от путешественников сведения о разных там городах, морях, реках, горах. И вроде бы у него как бы знания есть, а как бы на самом-то деле он сам ни на одной горе не стоял, ни по одной реке не сплавлялся, ничего сам не видел, не нюхал, не переживал. И вот мир почему-то наш очень ценит вот такие вот знания. Ему нужно все собрать, все систематизировать, все как бы упаковать красиво. Вот, пожалуйста, знания. Дети в школе получите. Вот. Вы теперь знаете об этом. Вы изучили географию, вы изучили физику, вы изучили историю. Дети выходят из школы. Ничего обычно у них в голове не остается, кроме ненависти к этой самой школе. Потому что это не знание о чем-то. Это только знание о чем-то точнее. А понимание вот всего происходящего так не получается. Так не получается. И я думаю, что в наше время это... Ну ладно, вот еще Экзопюри писал про это. Видите, он просто сидит за столом с книжкой. А в наше время он бы сидел с компьютером. И вот сейчас, я думаю, это бич просто нашего времени. Потому что наша жизнь постепенно перемещается вот в эту виртуальную реальность. Вы понимаете? Я не знаю, как среднее поколение, старшее, но молодежь уже явно получает много очень, большинство познаний о мире через компьютер. А ведь это вот то же самое, что сидеть за столом, да, и тебе все рассказывают, тебе все показывают. Но тем не менее, это не настоящее знание. И при огромном вот этом огромном количестве информации, которая сейчас нам доступна, и при такой развитой науке, мы с вами, я считаю, обладаем все меньшим знанием о нашем мире. Это очень печально. И вот дети, пока они еще в таком детском возрасте, они очень остро чувствуют какую-то фальшь и бессмыслицу вот этих занятий. Когда маленький принц улетает с каждой планеты, он одно только говорит. Ну, странный народ эти взрослые. Понимаете? У него один только отзыв обо всем этом. Он чувствует, что все это, все это как-то не по-настоящему. И, конечно, если здесь вот вот эти ценности мира представлены как-то немножко так юмористически, то Библия говорит об этом тоже так очень определенно, ну и более серьезно. Апостол Иоанн в своем первом послании говорит, что это вся мирская система, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. и нас призывают как бы выйти из этой системы, не относиться к ней так уж серьезно. Это порочная система. А дети, они, слава Богу, уже не в этой системе. Они уже, они никогда в ней не были. И вы знаете, вот что с детьми хорошо, что с ними приятно, они вот как-то не волнуются об этих всех вот вещах сильно. Их вот не очень волнует, в каком они доме живут, в роскошном или не в роскошном. Лишь бы их любили, понимаете. Они не волнуются, какая одежда на них надета. Вот этой вот, этого года коллекция или уже не этого года коллекция. То есть они как бы не переживают, какая там марка машины у родителей. Вот мало в них, почти нет этого тщеславия. Тут я вспоминаю сразу о детских конкурсах. Ну, вы слышали, наверное, знаете. Вот если у ребенка какой-нибудь просыпается талантом, он в чем-то себя проявил, его сразу начинают пихать на всякие конкурсы. Это могут быть спортивные состязания, там, не знаю, конкурсы красоты детские. Это могут быть научные олимпиады. Вот я в своей жизни, благодаря своей дочери Алисе, столкнулась близко с музыкальными конкурсами. Вот мы с ней, где только не были, даже в разных городах, смотришь вот на детей, приезжаешь на конкурс, еще он не начался, смотришь на детей, ну, дети как-то спокойно себя ведут нормально, но посмотрели бы вы на родителей, на некоторых, и на педагогов, они просто пышут вот этим желанием вот всех победить, и вот как-то утвердиться. Причем не они ведь сами-то утверждаются, да, а вот за счет детей. Ну, для них это прямо так важно, у них это просто на лбу написано. И иногда это как-то выливается в некрасивые какие-то вещи, как, например, агрессия открытая по отношению к конкурентам, или там вот какой-то подкупы жюри, ну, что-то такое уже неблаговидное, некрасивое. Дети просто увлечены процессом. Чаще всего это на самом деле способные, одаренные ребята, и им нравится дело, которое они делают. А взрослые увлечены вот этими местами, лауреатством, и вот они готовы любой ценой этого достичь. Ну, ребенок, естественно, смотрит на свою маму, на учительницу, и что с ним происходит? Ну, постепенно он будет такой же. Поэтому эти конкурсы все, я считаю, это просто какая-то школа тщеславия. И вот так постепенно, постепенно ребенок под нажимом взрослых вот принимает все эти условности, все эти какие-то правила, и в конце концов дети так разбредаются по вот тем планетам. Кто-то остается на одной планете властолюбие, кто-то на чистолюбие, кто-то знания начинает копить, собирать какие-то совершенно мертвые, ненужные, кто-то пьяницей становится. И вот так вот все они находят свое место и думают, ну что, нормально все, все же так живут, как иначе-то жить. И постепенно, вы знаете, происходит такой процесс в душе, что человек, вот этот маленький, еще юный человек, который встает, наконец, взрослым, он перестает понимать, что важно, а что не важно, что нужно, а что не нужно. И как маленький принц говорит этому летчику, все ты путаешь, ничего ты не понимаешь. Вот если вы не хотите быть такими взрослыми, то просто посмотрите под другим углом на все это, сместите свой фокус со своей какой-то взрослой такой позиции. Я все знаю, я взрослый, серьезный человек. Вот маленький принц, он не теряет своего такого правильного понимания, пока летает по этим планетам, но его все равно ждет трудный момент, где написано разочарование. Наконец, он попадает на Землю, и заходит в сад, где видит целую кучу, написано, пять тысяч таких цветов, которые есть у него в одном экземпляре на планете. И вот он, когда видит, что он-то думал, что он владеет каким-то сокровищем, уникальным совершенно, каким-то просто единственным в мире цветком, когда он видит, что здесь в одном только саду их целая куча, они точно такие же все красивые. И, в общем-то, он понимает, что есть вот богатые какие-то люди, вот они, на самом деле, у них куча всего, а он-то думал, что он, ну, сокровищем владеет. На самом деле, это никакое не сокровище, это всего лишь один цветок и три вулкана на все, что есть на его маленьком планете. Тогда он просто падает на Землю и рыдает, потому что вот он переживает это разочарование. И вы знаете, вот это разочарование, оно также ждет каждого из нас, потому что всегда нам есть с кем сравнить, всегда есть кто-то богаче, всегда есть кто-то талантливее и так далее, да? Вот. И мы, как бы, понимаем, что наши возможности ограничены. Но это тоже процесс, это тоже вот путь разочарования в своей ограниченности, это тоже путь, через который мы растем. И с помощью своего друга, с которым он, вот появляется лис, он его приручает, у него появляется друг. С помощью этого друга он понимает, вот приходит к правильным приоритетам, где есть ценность, а где не ценность. Он понимает, что вот эти вот вещи, которыми мы стремимся обладать и обладаем, да? И достигаем это, обладаем сами по себе. Они вообще пусты. Они, можно сказать, вообще банальны, потому что, как Соломон говорит, вот ничего нового под солнцем нет. Все, чем вы могли бы тут обладать, оно уже когда-то было и все это не так уж, можно сказать, радует. Человек вот достигает этого, а потом разочаровывается также. Вот. Что придает уникальность этим вещам? и людям, да, с которыми мы общаемся, это любовь наша к ним. Вот наше отношение к ним. Понимаете, если вы будете всю свою жизнь тратить на, ну, например, на работу, на приобретение вот каких-то ценностей материальных, вы вот вложите в это все свои силы, все свое время, все свои, вот все способности, а пожнете только прах и пепел. Потому что Библия говорит, все проходит, воры крадут, моли ржа истребляет, ничего у вас не останется, все как песок между пальцев утечет. А вот любовь, которая между людьми, она не приходящая. Потому что именно в ней мы можем открывать нашего Господа. ведь Бог есть любовь, правда? Он же не вещь какая-то, он вот та самая любовь, которую, когда мы переживаем между собой, причем не только любовь между мужем и женой, а любовь между друзьями, между родителями и детьми. Вот в этой любви Господь, если мы хотим его познавать, мы вот именно к этому должны стремиться. Не так драгоценны ни вещи, ни вот эти вот розы, которые, да, там во множестве или богатства, драгоценны узы, которые связывают нас между собой. И вот эти узы нашел маленький принц, когда он подружился с Лисом. Он научился, что дружба требует терпения, внимания. Сейчас вот спрашиваешь у человека, у тебя сколько друзей? Он говорит, пять тысяч ВКонтакте. Вот ВКонтакте пять тысяч друзей, а это значит, что он большую часть из них вообще в глаза никогда не видел и не знает. Вот опять же, все в виртуальном мире пять тысяч друзей, от которых тебе ни жарко, ни холодно. А настоящие друзья, их не купишь в магазине, их не приобретешь по компьютеру. Ты должен только вложить в них самого себя, свое время, свое вот это внимание свое и быть ответственным потом за эту дружбу. То есть это требует от тебя каких-то вложений. Тогда на самом деле создаются эти узы. И вот что происходит дальше. Вернемся к нашему повествованию. Наступает кризис. Вот этот пилот, который в пустыне уже неделю, он чинит самолет, починить не может. И он, можете следующую картинку. Вот. Немножко не такая, какая нужна была. Ладно. В общем, представляете, пустыня, пески. Пилот неделю чинит самолет, он остался без воды. Последняя капля воды выпита. Вот сам Экзопюри, да, он сам Экзопюри не понаслышке знал о таких ситуациях, поскольку и не зря у него почти в каждой книге написано про самолеты. Он сам летал, он был профессиональный летчик, он очень много летал. А это было, знаете, 30-е годы прошлого столетия. И профессия летчика тогда была очень романтичной, но и очень опасной. Потому что самолеты были несовершенные, и моторы были очень ненадежные. Эти самолеты, они без конца разбивались, падали, в общем, терпели крушение. Пилот, который садился, уходил в рейс, он никогда не знал, долетит он живым или нет. Они даже летали по два самолета, чтобы если один падал, второй тут же приземлялся и приходил на помощь. Но это тоже не всегда так бывало. И сам Экзапюри переживал вот эти моменты и в пустыне без воды, и разные такие близкие к смерти состояния. И вот он знал точно, что такие моменты кризисные помогают нам взглянуть по-другому на вещи, на нашу жизнь, на себя. Вот момент, когда ты вдруг начинаешь не глазами смотреть, а сердцем. И сам Экзапюри рассказывал две такие очень, на мой взгляд, интересные поучительные истории о своих друзьях, о людях, которых он знал лично. Так вот первая история была такая. Летел над морем ночью самолет, у него было несколько пассажиров на борту и радистом там был один молодой паренек, который был очень веселый, очень такой общительный, душа компании, всегда смеялся, всегда вот как бы такой был добряк, ну в общем у него было, товарищи его все любили, все было у него хорошо, проблем никаких вроде не было. В эту ночь самолет упал в море и вот он не сразу погрузился в воду, пассажиры успели все выбраться на крыло, они знали, что они недалеко от берега и все стали срывать с себя одежду и бросились в воду, чтобы плыть до берега, хоть хоть как-то спасаться и на самом деле был туман большой, они не могли понять где берег точно, спасся из них всего один человек и вот он-то рассказал удивительную историю, что не все пассажиры стали себя спасать, вот этот вот радист, молоденький паренек, который кстати был отличным пловцом, не сделал никакой попытки как-то себя спасти, он просто знаете сидел на крыле этого самолета, вот так опустил голову и шепотом твердил, что все бесполезно, все бессмысленно, бороться со смертью не надо, все пропало, и так вот он и ушел с самолетом под воду и вода над ним замкнулась, это было необъяснимо, как такой молодой человек мог вот так вот абсолютно не обладать волей к жизни, и знаете когда стали искать кому передать весть о его смерти, то увидели, что у него никого нет, никаких абсолютно сведениях о родных, о родителях, о близких людях, потом стало спрашивать начальство, может быть друзья какие-то у него были во Франции, но они работали в другой стране, может быть какие-то письма ему приходили и сказали его товарищи, он никогда не получал писем, он такой страшный ответ и страшный итог, потому что человек вот без этих уз, он там ночью на этом крыле самолета вдруг увидел явственно, что ему некуда плыть, что ни один берег ни восточный, ни западный его не ждет, что он просто вот знаете, ну как бы тонет в тумане вот внешнем и внутреннем, все это, вся его жизнь оказалась, ну ему показалась бессмысленной. И второй, вторая история, она такая более ободряющая, у Экзопери был его личный друг Гийоме, очень такой отважный пилот, он летал, доставлял почту вот по этой линии через Анды, вот это был самый опасный маршрут, через Анды, и Анды, это знаете, такие горы, горный массив, который зимой особенно становится неприступной крепостью, огромные горы, и местные жители знали тогда, не знаю, как сейчас, но вот тогда они знали, что если человек провел ночь в горах, он не выжил, все, он покойник, то есть как бы ночь в горах никто не переживал обычно. И вот Гийомы на этом своем хилом самолетике летит через Анды, случается какая-то поломка в моторе, и он приземляется в какую-то воронку прямо вот в центре массива, на высоте трех тысяч с половиной метров, зима, мороз сорок градусов, и сначала он говорит, я шел просто из, ну пошел, от равнины его отделяло восемьдесят километров, и горы четыре с половиной тысячи метров на пути, очень много гор, он говорит, сначала я пошел просто из чувства долга, ну нельзя же сразу сдаваться, вот он идет, иногда по плечи в снегу движется, иногда руками выковыривает вот эти дырки в скалах, чтобы зацепиться в отвесных стенах, горы очень отвесные, но не может он ни отдохнуть, никак не присесть, потому что сразу же как бы, ну он не встанет потом. На вторые сутки он сказал, что кончились всякие силы, его стало неодолимо клонить в сон, ноги уже распухли, обмерзли, и он все глубже разрезал свои сапоги, на третий день у него, на второй день кончилась еда, то есть он шел уже совершенно голодный, куртку даже сбросила, она вся обледенела, была тяжелая, знаете, сколько он шел? Он шел пять дней и пять ночей, без еды, без сна, без отдыха, он не давал себе нисколечко отдохнуть, и что его вело, уже не чувство долга, потому что, ну какое может быть чувство долга, хотелось только уже лечь все забыть и просто отдохнуть, уже долго-придолго отдыхать, ну то есть заснуть вечным сном, а ждала его жена в маленькой квартирке, такая маленькая слабая женщина, но она верила в него и ждала его всем сердцем, и вот эта нить, понимаете, она вела его, звучит как-то романтично, очень красиво, но это так, понимаете, человек, который вот в обычной жизни да и не ценил особо, ни этого домашнего уюта, ни этого домашнего счастья, ни жену свою, все это ему казалось скучно, монотонно достаточно, ведь вот я герой лечу там над миром в ночи, над горами, вот с чем он хотел на самом деле, но когда пришла момент вот этой смертельной опасности и выбор жить или не жить, вот эта вот женщина сыграла решающую роль, и ради нее, вот ради ее этой веры, он каждый заставлял себя сделать еще один маленький шажочек, еще один маленький шажочек, еще один, и так все пять суток, и он вышел на эту равнину, и просто был спасен, поэтому я вам хочу сказать, сестры дорогие, если вы вот каждый день заботитесь о своей семье, делая какие-то, ну дела, не великие совсем, но дела, которые нужны вашим близким, которые как-то служат их счастью, их благополучию, то есть вы созидаете свой дом, вы храняете этот семейный очаг, и вам иногда кажется, я по себе знаю, как это все незначительно, как это все монотонно, и вот одно и то же, да никто и не ценит даже, никто и не замечает, и никому не нужна вот эта ваша преданность, ваша вот какая-то самоотверженность, но я вам скажу, вспомните тогда, что вы делаете очень важное дело, каждый день, каждый день, каждый день, вы вот ткете эту нить, которая потом свяжет что-то очень важное, вот эти нити человеческих уз, понимаете, и когда-то, когда ваши близкие окажутся в такой отчаянной ситуации, эта нить их просто поможет им выйти, поможет им выжить, то есть то, что вы делаете, это созидание чего-то очень важного, это созидание вот такой бесконечной человеческой ценности и мощная сила, которая вот поможет потом вашим близким. Вот так вот и пилот сидел, значит, в пустыне смотрел на эти пески, а маленький принц рядом тоже сидел, и смотрел на пески. Ну, он, как всегда, начинал отвлеченные разговоры, вот я немножко прочитаю, он сказал, вот они сидят уже, знаете, отчаянная ситуация, воды нет, все, ну, смерть верная, самолет не починен, маленький принц говорит в этот момент, а звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно, ну, естественно, летчик уже раздражен, потому что ну, сейчас не до звезд, не до цветов и вообще ни до каких красивостей, речь идет о жизни и смерти. И он говорит, да, конечно, и смотрит в это время на волнистый песок, освещенный луною. Что он видит? Он глазами смотрит, да, он видит свою могилу, по сути, он видит, как его косточки будут белеть через уже там годик, вот в этих песках, освещенных луною, а маленький принц, как его научил вот этот лис, он смотрел по-другому, он смотрел не глазами, а сердцем, и он продолжает, и пустыня красивая, ну опять раздражение, как она может быть красивой, это просто вместо нашей гибели, мы погибнем через несколько часов. Знаешь, от чего хороша пустыня? Где-то в ней скрываются родники, и вот здесь на пилота сходит откровение, я думаю, ради этого всего, и было вот это все приключение, он понимает, что насколько внешне мы смотрим на всю, на всю нашу жизнь, насколько мы не вникаем в суть, насколько мы как-то вот в своих стереотипах, в своем мышлении вот очень сильно зажаты, вы понимаете? и он увидел, что на самом деле, на что бы мы не посмотрели, вот что бы мы не взяли, дом, пустыня, звезда, самое прекрасное в них то, что не увидишь глазами. Да вот фраза такая у нас со школьных лет, с детских лет, наверное, сидит где-то в голове самого главного, глазами не увидишь, вы попробуйте ее прожить. Часто ли мы смотрим на то, что нас окружает, на людей, которые рядом с нами, именно сердцем? Вот часто ли мы это делаем? Нам нужно что? Успеть быстро всех накормить, собрать, одеть, там, не знаю, все, что было, в школу отвезти, и все, и побежали сами на работу, потом прибегаем с работы, опять дела, 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 дела. Мы просто не успеваем, это надо оказаться вот так, в таком совершенно месте, необычном, в каком-то разряженном времени, чтобы вдруг понять, вау, да я же смотрел всю жизнь только глазами. И летчик обращает свой взгляд на самого маленького принца, и видит в нем тоже что-то, чего он раньше не замечал, он видит самое прекрасное, самое трогательное в нем, это его верность цветку, образ розы, который лучится в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит. То есть в каждом абсолютно явлении, в каждом то, что окружает нас, в каждом человеке, мы можем вот увидеть этот образ, я бы сказала, это не образ розы, а образ Бога, это Божья жизнь, которая в них заключена. Вы понимаете, вот образ Божий, и вот это вот лучится же в нас, правда, и вот именно его мы должны прежде всего пытаться распознать в человеке, не давать какие-то оценки, что мы делаем постоянно, не спрашивать, кто больше из нас, а кто из нас лучше, а кто из нас важнее, а кто импотентмен, а кто не импотентмен, а вот увидеть в каждом человеке вот этот лучащийся образ Бога, его жизнь, которая в нас. И даже в каждом цветке, в каждом дереве, ведь тоже есть Божья жизнь, ведь мы все живы только благодаря вот этой его жизнью, вот эта жизнь соединяет все-все-все творение воедино. И они идут искать колодец, потому что маленький принц сказал, он сказал, есть колодец, и находят его. Вот так вот, так действует вера вообще, правда? Вот когда мы смотрим сердцем, это обязательно потом появляется в реальности. То есть это есть уже в реальности. И они находят вот эту вот колодец, там вода, и пьют ее. И вот я еще прочитаю замечательное место, мое любимое, наверное, место здесь. Я поднес ведро к его губам, он пил, закрыв глаза. Это был как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая, она родилась из долгого пути под звездами, из скри поворота, из усилий моих рук, она была как подарок сердцу. И вот именно это хотел найти маленький принц. Вот этот глоток живой воды, глоток счастья. Вы понимаете? Мы столько многого ищем, за стольким многим гонимся, нам все что-то надо, где-то что-то надо, а вот счастье, оно может быть конечно, если это источник не просто земной колодец, но это божественный источник. И вода, пьющая эту воду, не будет жаждать, правда? Она напаяет нас, она напаяет все наше существо, все глубины нашего существа. И вы знаете, верующие люди, они призваны точно так же смотреть не на видимое, но на невидимое, ведь это то же самое, что смотреть глазами или сердцем, правда? И я вот хочу прочитать одно место из Псалмов, Псалом 83, 6, 7 стих. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиной у плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Скажите, что у вас возникает в голове, какой образ, когда вы говорите долина плача? Да это та же пустыня, правда, которая опасна, она враждебна, она не дает нам никаких ресурсов для жизни. Мы должны ее пройти. И вот если ты сейчас проходишь по такой пустыне, если ты проходишь по долине плача, и на самом деле все, что у тебя есть, это только твои слезы, но ты же не будешь их пить, а воды нет, и тебе страшно, тебе кажется, что ты умрешь уже просто скоро в этой пустыне. тогда в своем сердце просто обратись, посмотри на Господа, посмотри на невидимое, Господь тебя не оставил, Он с тобой, и направь стези свои к Нему, и тогда ты увидишь не глазами, но сердцем, вы понимаете, я не об отвлеченных вещах сейчас говорю, а вашей собственной жизни, где есть всякие катастрофы, всякие долины, плач, безводные места, периоды кризисные и так далее, мы все это переживаем, как нам выжить, как нам вот выйти из этих смертоносных долин, как нам преодолеть вот эти горы, да, неприступные, мы должны увидеть источники, увидеть родники с живой водой, они там точно есть, если ты верой это увидишь, ты получишь свою воду, и более того, потом еще сверху пойдет дождь и покроет тебя благословениями, то есть ты не только найдешь что-то такое необходимый минимум для жизни, да, но ты получишь больше, ты получишь целый дождь, а дождь это обычно, ну, чего-то такое с избытком, и вот мы когда-то конечно же увидим это, если будем стоять в вере, и последнее, последнее, что происходит, это змея, которая встречает маленького принца, все, вот они уже как бы пришли к этому, к тому, ради чего они совершили это путешествие, и все кончилось хорошо, но маленький принц должен уйти, и вот эта змея, это конечно же смерть, то есть смерть уносит его, змея обещает его унести в свой дом, на ту планету, которой он собственно принадлежит, и потом после вот этого уже эпизода ничего больше не сказано о маленьком принце, и когда-то мы тоже встретим свою смерть, она унесет нас куда-то, правда, мы не должны ее бояться, потому что смерть это хоть и последний акт нашей земной драмы, но она не конец жизни, и так как мы верим, что маленький принц попал все-таки на свою планету, мы знаем, что и у нас есть упование, и надежда, что мы также попадем в свой истинный дом, слава Господу, и вот я хочу, чтобы мы с вами сейчас еще раз как-то прошлись по урокам, которые я просто так их назвала, может быть у вас какие-то совершенно другие ассоциации, когда вы читаете эту книгу и другие мысли, но мне очень близко вот это, я этим и хотела с вами поделиться, во-первых, это то, что нужно смотреть почаще на детей, на наших детей, которые прямо рядом с нами живут, служат таким благословением для нас, мы этого часто не замечаем, и не просто их смотреть на них, да, ах ты там опять грязный, неумытый, еще какой-нибудь, рубашку порвал, нет, смотреть на них, ну, что ли, на их суть, и вот эта суть, если мы будем смотреть на нее внимательно, то мы будем разгадывать их тайну, и значит будем постигать тайны небесного царства, вот на самом деле дети могут быть прекрасными учителями, и второй такой урок, мне кажется, это не предавайте друзей и возлюбленных, будьте верны до конца, даже если вам это невыгодно уже, в ущерб себе, будьте верны до конца, это, понимаете, многие рассчитывают что-то, мы все считаем, мы что-то просчитываем, знаете, в мозгу взрослого человека эти подсчеты происходят моментально, мы даже их не осознаем, мы очень быстро рассчитываем, где нам что выгоднее, так вот никогда вот эти расчеты ни к чему хорошему не приведут, где-нибудь, да ты все равно сядешь на вынужденную посадку, вот, и понимаете, очень важно вот эту хранить верность, то есть не считать, не рассчитывать, а просто идти до конца с теми, ну, за кого вы в ответе. И третье, это не пытайтесь владеть многим, найдите свое истинное счастье. Вот человек опять так устроен, ему надо все больше и больше, а счастье часто в совершенно малых, незаметных порой вещах. Счастье, я считаю, это увидеть вот эту скрытую суть, скрытую красоту всего мира, вот это прекрасное счастье, найти источник живой воды. И последнее, это не смотреть только глазами, давая оценки, навешивая вот эти ярлыки, а открывать свое сердце и вот им пытаться познавать этот мир и изучать его. Тогда вот и открывается эта прекрасная суть, и живительная вода наполняет все наше существо. вот этим я хотела с вами поделиться и давайте сейчас закроем наши глаза и помолимся. Аллилуйя, Господь, слава Тебе, Боже. Господь, мы призываем Твое имя, Боже, мы призываем, Господь, Твой Дух на это место, Боже, чтобы Ты был с нами сейчас, чтобы Ты производил свою работу в наших сердцах, Господь, чтобы мы на самом деле почувствовали, как Ты близко, что Ты внутри нас, вся Твоя жизнь течет в нас, чтобы мы и на себя посмотрели тоже не как на внешнюю оболочку, но как на вот этот сосуд драгоценный, в котором лучится вот этот прекрасный свет Твоей жизни, Боже, чтобы мы также осознали, что люди, которые рядом с нами, они также драгоценны, Господь, Аллилуйя, Боже, чтобы мы осознали ценность всего и поняли, что все, что с нами происходит, все оно не случайно, Господь, все оно ведет нас к Тебе, Боже, чтобы мы познавали Тебя больше и больше, чтобы мы познавали, Господь, Твою глубину, высоту, ширину и долготу, чтобы мы познавали Твою любовь, Господь, Аллилуйя, добудет Тебе вся слава, Господь, чтобы мы на этом пути, Боже, не сдавались никогда, чтобы мы умели находить на нем какие-то живительные источники, чтобы мы умели любить на этом пути, чтобы мы дорожили тем, кто с нами, Господь, рядом, чтобы мы дорожили этим больше всего, вот этими узами, которые соединяют нас между собой, Господь, помоги нам, Боже, не в обидах провести свою жизнь, не в каких-то сплетнях, не в каком-то злопыхательстве, не в тщеславии, все это пусто, все это временно, все это как-то тщетно, Боже, помоги нам найти настоящую драгоценность, Господь, любовь друг к другу, Боже, чтобы мы могли как как нести ее, Боже, с такой бережностью, чтобы мы могли ее, Господь, жертвовать собой, чтобы сохранять ее, Боже, Аллилуйя, Господь, и помоги нам выстоять все трудности, Господь, чтобы мы шли вперед и верили, что ты никогда не оставляешь нас в безводной пустыне, но всегда там припрятаны тобою какие-то родники, какие-то радости для нас, какие-то обновления, освежения, Боже, Аллилуйя, дай нам это все, Господь, пережить, Боже, чтобы мы были благодарны Тебе, как Ты сильно нас любишь, как Ты заботишься о нас, Аллилуйя, Господь, и мы благодарим Тебя, что ты наш вечный источник, Господь, что ты единственный источник, который можешь все это наполнить смыслом, Господь, и жизнью, Боже, благодарим Тебя за жизнь, Господь, которую Ты нам даешь, Боже, благодарим Тебя, Господь, что Ты нам дал эту жизнь, благодарим Тебя, Господь, что она в нас, и все это имеет какую-то, Господь, цель, Боже, что каждый из нас, жизнь каждого из нас имеет эту цель, Господь, Аллилуйя, и мы придем к ней, Боже, если будем верны Тебе, и также, Господь, благодарим Тебя за наших детей, Боже, Аллилуйя, Господь, за каждого нашего ребенка, Боже, если они маленькие еще, если они уже выросли, Господи, благодарим Тебя за них, Боже, Ты нам их так же дал, не просто так, Ты дал нам, Господь, их для того, чтобы мы так же учились самоотверженной любви и учились вот у этих удивительных существ, Господь, которые живут по законам Твоего небесного царства, Господь, Аллилуйя. Помоги нам также, Господь, их быть бережными, Боже, помоги нам их как-то так бережно направлять, Господь, не просто вести их железной рукой к тому, что мы думаем для них хорошо, но давать им больше какой-то свободы, Господь, давать им больше такого времени, Господь, где они могут просто быть детьми, Господи, Аллилуйя. Благослови, Господь, защити их от всяких вредных влияний, Господь, защити их от всего, что может им повредить, Господи, защити эти драгоценные чистые души, Господь, от всего, что может быть для них пагубно, Господь. Аллилуйя. И дай нам, Господь, научиться быть как дети, Господь. Точно так же, Боже, не сообразовываться с этим миром, Господь, но сообразовываться с законами Твоего царства, Господь, с законами Твоей любви, Боже. Аллилуйя. Благослови, Господь, нас. Благослови нас в этот день, чтобы мы, Господь, не просто послушали и забыли, но чтобы мы несли это в своем сердце, чтобы мы что-то меняли каждый день в своей жизни, были все ближе к Тебе на маленький шажок, на маленький шажок, на маленький шажок, но ближе к Тебе каждый день. Аллилуйя. Да будет Тебе вся слава. Субтитры подогнал «Симон»